Раньше я слышал, что очень популярен был паркур, когда только зарождался. Но сейчас в нем остались те, которые реально влюбились в это. И подтягиваются те, кому реально это хочется. То есть сейчас, конечно, стараются как-то обобщить, ну, точнее, влить народу вот этот паркур, всю суть, всю философию. Но немногие к нему подходят правильно. И поэтому кто-то остается, кто-то не остается. Саша остался. Была бы его воля, тренировался бы круглые сутки. Но работа, плохая погода мешают лишний час провести на улице. А заниматься в крытом помещении не всегда получается. Для всех паркурщиков Калуги работает только один спортивный зал. И тот нерегулярно. Но в депрессию от этого никто не впадает. Не такого душевного склада спортсмены-экстремалы. Главное размяться и включить воображение, можно сказать. Есть какие-то базовые элементы, которые, ну, как бы принято тренировать. Но каждый тренируется по-своему. Тут нет никаких стандартов. То есть тебе нравится, допустим, вот даже вот эта площадка. Ты можешь здесь что угодно сделать. Нет никаких стандартов. Да и правил не так уж много. Исключение только правила безопасности. Трейсеры, хоть и зовутся экстремалами, за техникой исполнения трюка следят строго. Но даже при таком контроле без травм не обходится. У меня, ну, в основном связки, на ноге связки, ну, растяжение на руках, на спине были мышцы забитые, чтобы позвонок давило. И у меня диспластический синдром тазобедренного сустава. Это из таза сухожилия вылазит. Обо всем этом Саша говорит с улыбкой. Хотя, конечно, момент получения травмы ему было совсем не весело. Достичь совершенства в паркуре возможно только путем экспериментальным. И не всегда удачным. Главное начинать с простого. И обязательно с друзьями. Ребята из команды ДПК-40 нередко называют себя семьей. Они всегда друг друга поддерживают. И в физическом, и в моральном плане. Семьи кровные, видя, как слаженно работают спортсмены вместе, тоже претензий не выставляют. Моя мама смотрит на это так. Если мне это нравится, и как бы видя, что я это делаю с пользой. То есть и для себя, и для окружающих. Значит, так и надо. Она не против никогда. Да и как тут можно протестовать, если команда ДПК-40 настоящая гордость Калуги. Зажигали даже на олимпийской эстафете. А вообще кастрольный график у ребят плотный. То в школе или детском доме надо выступить, вдохновить подрастающее поколение. То на городской праздник съездить, поднять настроение прохожим, то уже пора собирать рюкзак. Чемоданов не жалуют на очередное соревнование. И каждый день не сможем мы видеться. Поэтому стараемся выезжать, выезжать. То же самое. Это интересно даже. Здесь в другой город посмотреть. Потом побывать на каких-то там семинарах от известных атлетов. Из-за рубежей зовут. Там с Америки, с Англии. Много откуда зовут ребят. Известных уже на весь мир. Также русские ребята, которые тоже известны на весь мир, тоже проводят семинары. И в конце концов все обычно заканчиваются соревнованиями. Дома экстремалы тоже не скучают. Проводят свои состязания, занимаются обучением младших по цеху. Если захотите познакомиться или присоединиться к ПК-40, просто прогуляйтесь по Калуге. У драмтеатра, у памятника 600-летию Калуги, на площади Маяковского, да в любом дворе, вы скорее всего встретите одного из рыцарей ордена паркура. Анастасия Ивашкина и Илья Хромов. Для Легко.